вот так вот посмотрите как изрешили машину просто нет слов вот такая ребята фигня смотрите что эти твари с нами делают вот люди спасаются выходят выходят с белым флагом надеюсь что с ними ничего не случится слава украине ребята из daily news здесь корреспонденты скажите пару слов это все увидят во всем мире пожалуйста не откажите пожалуйста если вы этого не делаете не делает никто скажите пару слов хотя бы здесь здесь уже тихо вот они расскажите кто-нибудь кто-нибудь подойдите я спросите что-нибудь откуда вы идете это и ирпень ирпень кашевого стрит it's a yellow house there бомбили вас all around was bomb but the house is still 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 staying это дедушка слепой ему 84 года он инвалид люди люди сейчас перетащили его под мостом помогли ему пробраться сейчас родственники за ним заехали на машине сейчас идут к машине будут забирать он слепой и нездоровый человек вот так русские сволочи издеваются над нашим народом посмотрите 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 дай бог ему здоровья смотрите русский мир вот ребята спасаются из под моста вот мост спускаемся дальше спускаемся дальше бедные люди жалко очень вот так происходит эвакуация людей сейчас вот они бедные самые горячие точки пожалуйста вот такая ребята фигня это мои англичане здесь сейчас будем переводить кому-нибудь такого все зергород зергород И сейчас полдвенадцатого дня, Двенадцатый день войны. Это вот мои друзья из Веды, фотографии. Как ты чувствуешь? О, хорошо, да. Хорошо? Мы были здесь несколько дней назад. Вы можете видеть, что здесь есть много других медиа. Я думаю, что если здесь есть много других людей, то я не думаю, что мы больше в риск, чем кто-то. Я думаю. Мы просто надеемся, что этот шел не будет на голове. Я бы хотел бы приглашать кого-то, чтобы сделать интервью. Да, да. Вот так еще раз снимаю мост, которые разрушены, эвакуацию людей. До сих пор идут потихоньку маленькими группами. Это вот ребята под мостом. Вот такая ситуация. Защищают. Вот оружие. Молодцы. Хорошо. Это не так, чтобы emotional. Что мы должны сейчас сделать? Я думаю, что мы проведем здесь, чтобы поймать где-то. Это заблокирован колумбовый машин, который не мог двигаться через пляж. Вы можете видеть это. Вот разломленный мост полностью. Вот люди продукты везли, мясо, куры. Вот такая ситуация. Вот эвакуация детей. Не доехали. То есть доехали, но бросили машину. На данный момент я осталась вообще без ничего. Этот раз вообще загорелось как-то. Так что уже и крыша горит. Было настолько подготовлено. Вот. Мы только успели повыходить. Огонь гнался за нами. Боже, думаю, господи. Прямо на крышу уже стреляют. Я говорю, давайте отходите. Стреляют в этот шифер. Шифер убивает. Зачем это надо? Самая главная цель изменить образ жизни людей. В основном так мужской такой коллектив. Обращались к Богу. Я проводила эти утренние молитвы, собрания. Рассказы о том, каким должен быть человек. Вот, всем нравилось. Вдруг оттуда мгновенно загорается. Причем так сильно огонь, и причем так быстро несется. Я в ужасе была, я не знала, куда кидаться, что делать. Последние пять лет это какое-то нашедствие. Кому что делать плохого? Ой, мне ж сейчас дурно становится. Сделать ничего не могу, она трещит, горит. Неужели не можете найти? У меня есть свидетелей, никого, ничего нет. Это повторилось уже не один раз. Вот это, что вы видите здесь, эти обломки. Были, ну, как бы угрожи, были предупреждения, были своенравные такие самоуверенные заявления. Если у людей сердце расположится, вот, каким-то уже совратимую сумму денег, то мы быстро восстановим все это.